В белом зале библиотеки иностранной литературы имени Рудамина открылась выставка «Ковровые мотивы в творчестве Гаммы Маликовой», подготовленная выставочным отделом библиотеки и Азербайджанским культурным центром в сотрудничестве с представительством фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации в рамках многолетней программы «Художник и библиотека». Гамма Маликова – автор живописных произведений, коллажей и инсталляций, в творчестве которой важное место занимает обращение к наследию азербайджанского декоративно-прикладного искусства, в частности к ковроделию. В библиотеке иностранной литературы представлена серия работ Гаммы Маликовой, созданная в Москве и отсылающая к азербайджанским ковровым мотивам. О работах, представленных на выставке, рассказала сама художница. В коврах существует очень много разных орнаментов, и вот мне пришла такая идея, что можно брать отдельные фрагменты, которые есть в совершенно разных школах ковровых, и помещать их в такие квадратики, как вы видите на работах, да, и использовать еще также и натюрморт. В результате получились очень интересные работы, и мне понравилась вот эта серия, и я стала ее дальше и дальше развивать. То есть здесь, с одной стороны, как бы такой европейский натюрморт и восточные орнаменты. Получился очень такой колоритный и интересный микс. Директор Азербайджанского культурного центра Ниса Мустафаева отметила, что выставка Гаммы Маликовой завершает целую череду мероприятий, посвященных пятилетию Азербайджанского культурного центра, а также рассказала, в чем заключается уникальность выставки. Выставка Гаммы Маликовой, я считаю ее в некотором роде уникальной. Сегодня мы впервые в своей практике, это ведь не первая наша выставка, не первая экспозиция, но впервые в нашей практике мы выставляем не только картины, не только живописные полотна, не только инсталляции, но и шелк, фарфор. И таким образом мы знакомимся практически со всеми гранями искусства, творчества этого художника, которое заняло определенное место среди мастеров современного искусства Азербайджана. Супруг художницы, оперный певец Ильичин Азизов рассказал о том, что идею организовать очередную выставку в Москве они восприняли с большим энтузиазмом. Первая выставка в Москве состоялась два года назад, почти, может даже уже больше, чем два года назад, и тогда был большой успех, и почему бы это не повторить, скажем так. И вот при большом содействии журнала «Баку», при содействии Азербайджанского культурного центра и, конечно же, Библиотеки иностранной литературы, сегодня мы все здесь, можем лицезреть работы. Выставка у нас немножко тематическая, которая рассказывает о ковровых мотивах в творчестве моей супруги Гаммы Маликовой. Ковровые узоры — это такая бездонная тема, потому что каждый узор в отдельности имеет глубокий смысл. Моя супруга старается читать все это, смотреть и так далее. У нас очень много книг, посвященных коврам. И мне кажется, что это замечательно, потому что работы яркие, работы красивые, и как бы прохладно не было сейчас на улице, здесь тепло. Руководитель отдела гуманитарных программ представительства фонда Гейдара Алиева в России Томила Ахмедова обратила внимание на необычную технику исполнения в работах художницы. Выставка Гаммы Маликовой. Молодой, красивый, но надо сказать, что уже очень ярко и громко заявившаяся ее художница. Ее необычная манера письма, уникальные сюжеты, интересная техника — это все почерк Гаммы Маликовой. В ее руках удивительные, несовместимые предметы, как акрил, холст, песок, вырастают в флошида необыкновенные, высокоэстетичные. С ее работами знакомились ценители искусства и в Вене, и в Париже, и в Пакове, и в Москве. Вы знаете, Гамма Маликова по профессии медик-врач. Наверное, медикам свойственно особо, более глубоко чувствует человеческую натуру. И, видимо, это ей помогло в ее художественном творчестве. Мероприятие посетил посол Азербайджан Российской Федерации Паллада Бюляглы. Гамма, мы ее всегда, Гамма называем, замечательная художница, которая работает в разных жанрах, но сегодня именно она называется «Ковровые мотивы», а ковры – это неотъемленная жизнь азербайджанского народа. И так совпало, что пятилетие нашего культурного центра, который располагается здесь, в библиотеке иностранной литературы, уже пять лет прошло с того дня, как мы открывали этот центр. Мне хотелось бы особо подчеркнуть, что во дворе этой библиотеки стоит памятник выдающемуся азербайджанцу Мирзе Фетали Ахундову. Хотелось бы поблагодарить российское отделение фонда Гейдара Лиева за помощь в проведении стольких мероприятий и поздравить молодую художницу с таким успехом. Вы видите, сегодня очень много народу, такой приятный ажиотаж. И мне приятно, что в Москве столько мероприятий, посвященных Азербайджану. Кроме живописных работ, на выставке представлены шелковые шерстяные платки, а также элементы посуды, украшенные мотивами авторских работ. Продлится выставка до 18 декабря.